Новости на телеканале Север, студию Ольга Русул. Здравствуйте! И в этом выпуске. Ситуация напряженная. Только за минувшие сутки у жителей Ненецкого округа выявили 122 новых случаев заболевания COVID-19. Ежедневно регистрируются от 90 до 130 случаев заболевания. Осторожно, снег. Жители Нарьинмара просят быть внимательнее. В эти выходные ожидается потепление и обильные осадки. Это может привести к скоплению снега на крышах домов и его неконтролируемый сход на придомовые территории. Отдохнуть в Крыму. В этом году оздоровление и отдых детей по направлениям мать и дитя и трудная жизненная ситуация пройдет на территории Черноморского побережья Республики Крым. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Нарьинмаре в первой половине дня 18 февраля были зафиксированы перебои мобильной связи у абонентов МТС. По словам специалистов Департамента цифрового развития и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа, причиной неполадок стала проблема на канале МТС Ростелеком. Голосовая связь была переведена на резервный канал. Услуги мобильного интернета оказались временно недоступны. Причины аварии оперативно устранили. Связь появилась. Зимник Нарьинмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. Водители легковых и грузовых автомобилей просят быть внимательными. Движение по закрытому зимнику может быть опасно для жизни и здоровья. Движение временно ограничено до 19.00 понедельника 21 февраля. Ограничения связаны с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями. Напомним, протяженность зимника чуть больше 30 километров. Он состоит из двух частей. В обход нулевого и второго участка строящейся дороги. На зимнике есть пункты обогрева, теплые балки, где можно согреться, поесть, поспать и принять душ. Уточнить информацию о работах, которые ведутся на зимнике, а также состоянии и содержании круглосуточной зимней автодороги можно по номеру телефона, который вы видите на своем экране. Ситуация с коронавирусом на сегодняшний день в регионе напряженная. Ежедневно регистрируются от 90 до 130 случаев заболевания. Только за минувшие сутки у жителей Ненецкого округа выявили 122 новых случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших 21 ребенок. На заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса речь шла о текущей эпид-обстановке. По словам главного государственного санитарного врача ПАНАО Натальи Кирхар, благодаря активному тестированию на коронавирус выявляемость заболевших происходит на ранних этапах. В связи с чем в округе практически нет тяжелых пациентов и больных пневмонией. Большая часть пациентов переносит заболевания в легкой форме, в амбулаторных условиях. В ходе заседания руководитель окружного департамента здравоохранения Елена Левина сообщила, что благодаря ранее принятым мерам удалось снизить нагрузку на амбулаторное звено, которое резко возросло в связи с появлением в округе нового штамма омикрон. Те меры, которые были приняты в введении дистанционных методов наблюдения, дистанционное открытие-закрытие и дискомнатной способности, оно значительно облегчило работу нашим докторам. Сейчас они исправляются той нагрузкой большой, которая на них падает. Здесь заболеваем. В ходе заседания участники штаба смягчили несколько антиковидных мер. В частности, стято ограничение на служебные командировки в село округа. При этом работодателям рекомендовано направлять своих сотрудников в отдаленные населенные пункты только в случае острой необходимости. Также принято решение отменить обязательную норму для работодателей о переводе 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Теперь она носит рекомендательный характер. Мы понимаем, что идет процесс и обучение в школах, и лечение в больницах, и есть предприятия, которые требуют привлечения своих работников, в том числе и старшего возраста. Но все же эта рекомендательная норма должна сохраняться. Мы должны беречь людей старшего возраста. Да, ковид зашел в сельские населенные пункты, но это не означает, что сейчас все сорвутся и поедут по селам в командировки. Если есть необходимость, да, если есть острая необходимость, нужно ехать. Только за минувшие сутки в населенных пунктах округа выявили 22 новых случая. В числе заболевших – 3 жителя Оксина, 11 жителей Тельвиски и 8 жителей Красного. В целом на лечении в регионе находится 945 человек. Из них стационарное лечение получают 45 человек, амбулаторное – 900. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса. В эти выходные в Ненецком округе ожидается потепление с обильным выпадением осадков, что может привести к скоплению снега на крышах домов и его неконтролируемый сход на придомовые территории. За первые две декады февраля в Ненецком округе уже выпала месячная норма осадков. Такая же картина наблюдалась в январе этого года. Ожидается теплая погода с температурным фоном в ночное время от плюс 1 до минус 9, а в дневное – от минус 1 до минус 7 градусов. Также в этот период ожидаются ветер южных и юго-западных направлений силой до 13 метров в секунду, а по округу и до 18 метров в секунду. Обильные осадки этой зимой не дают коммунальщикам расслабиться. Очищать от снега нужно не только дороги и дворовые территории, но и крыши домов. У нас по нормативным требованиям накопление снега на крыше не допускается в зимний период с толщиной слоя выше 30 сантиметров. При оттепелях управляющие организации должны уже вне зависимости от слоя снега очищать крышу соответственно. Жителям многоквартирных домов рекомендуется соблюдать меры предосторожности при нахождении на придомовой территории, а при появлении скоплений снега и наледи на крышах информировать аварийно-диспетчерские службы обслуживающих организаций. В случаях бездействия сообщать на горячую линию профильного департамента по телефону 8-818-53-2-10-97. Иван Никонов, Александр Литков, Антон Водряков, Телеканал Север. В 2022 году в Ненецком округе капитально отремонтируют 18 многоквартирных домов. В общей сложности в них проживают 422 семьи. В домах, где проводится комплексный капитальный ремонт, по поручению главы региона Юрия Бездудного управляющие компанией отремонтируют подъезды. В текущем году в программу капремонта попадают 18 многоквартирных домов на Ринмаре поселке Искателей. Общей площадью порядка 27 тысяч квадратных метров. В общей сложности предстоит выполнить порядка 47 видов работ. Основные виды работ это те, которые позволяют безопасно эксплуатировать дома. То есть это ремонт крыши, чтобы у нас не протекло, не залило, соответственно, квартиры. Это инженерная коммуникация, то есть газ, электрика. Также есть и ремонт цокольных перекрытий и утепления чердачных. Но их поменьше. Основные это вот такие работы, которые позволяют этим домам, потому что они понимают, что старые дома дожить до того времени, когда мы их расселим и снесем. Также Павел Масюков напомнил, что с прошлого года по поручению губернатора Юрия Бездудного департамент ведет работу с управляющими компаниями на предмет проведения ремонта в подъездах домов, в которых фонд проводит комплексный капитальный ремонт. То есть мы тут уже договариваемся в ручном режиме с управляющими компаниями, чтобы это, так сказать, бонус был. То есть дом комплексно отремонтировали и бонусом получили еще ремонт подъезда. Потому что он не входит в комплекс работ пока по ремонту, но он делается отдельно управляющей компанией. Поэтому и в прошлом году такие ремонты выполнялись. То есть если все ремонты, в том числе электрики, выполняются, то тогда управляющая компания делает еще и ремонт подъезда. При этом мы их нацеливаем на то, чтобы условно цветовую даже гамму они согласовывали с ответственным по многоквартирному дому. Добавлю объем финансирования ремонтов более 200 миллионов рублей. Из них 156 миллионов окружные средства. Оставшаяся часть средства взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками квартир в фонд капремонта. Муниципальное предприятие «Чистый город» начал подготовку к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как пояснил ведущий инженер отдела по управлению объектами городского хозяйства «Чистого города» Андрей Кузнецов, в связи с характерной особенностью климата памятники всегда нуждаются в обновлении. С годами прежняя конструкция металлической звезды на вечном огне уже утратила качественный внешний вид, поэтому ее необходимо заменить. Новая звезда будет выполнена из листовой латуни светло-золотистого окраса. Объявлены торги. Стоимость контракта порядка 400 тысяч рублей. Изделие должно быть доставлено в Нарьенмар до 1 апреля. Итоги по определению поставщика будут подведены 25 февраля. Напомним, ранее ремонт обелиска Победы производился в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тогда подрядчик заменил звезду вечного огня и произвел облицовку монумента гранитной плиткой. Глава Нарьенмара Олег Белак поручил директору муниципального предприятия «Чистый город» обследовать все памятники после зимнего периода, чтобы привести их в порядок. Всего учреждения обеспечивают эксплуатационно-техническое обслуживание восьми памятников в городе Нарьенмаре. Ученик Сколково, житель Нарьенмара, проходит обучение в Московской школе управления. Подробности в следующем сюжете. Семену Афанасьеву посчастливилось стать участником бизнес-школы Сколково благодаря победе во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» с проектом по созданию туристического пешеходного маршрута по Нарьенмару. Наш проект стал победителем, выиграл грант на его реализацию и посчастливилось еще стать обладателем сертификата на обучение Сколково. Обучение организовано Московской школой управления Сколково и посвящено управлению территориями с помощью гостеприимства и туризма. Такого плана обучения организовано впервые, и группа, в которой состоит наш земляк Семен Афанасьев, стала первопроходцами. Пять модулей, есть очные, есть заочные этапы, сейчас уже второй этап прошел, в том числе был и заочный, и очный этап, был установочный модуль, на котором нам дали, так сказать, цели, вводную историю по этому обучению. Теперь у нас работа в межмодули продолжается, и буквально вот уже на следующей неделе, во вторник, начнется второй модуль очный. Пройдет он в Нижнем Новгороде. В предстоящей поездке в Сколково Семена ждет программа обучения методики развития территории с помощью туризма и гостеприимства, а также многое другое. Нас учат, так сказать, новому складу мышления, как работать с неопределенностями в горизонте планирования 15 лет, как выстраивать туризм, бизнес в туризме, чтобы он развивал еще и территорию, на которой он функционирует. Напомним, что получить возможность пройти обучение в Московской школе управления удалось благодаря участию во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства». Катерина Тайбреев, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В этом году оздоровление и отдых детей по направлениям «Мать и дитя» и «Трудная жизненная ситуация» пройдет на территории Черноморского побережья Республики Крым. Вопрос организации летней детской оздоровительной компании обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания главы региона Юрия Бездудного. Ранее Ненецкий автономный округ заключил соглашение с Республикой об организации летнего оздоровительного отдыха детей нашего региона в санаториях Крыма. В рамках соглашения между нашим регионом и Республикой Крым подготовили технические задания для отдыха декоративных групп населения. Это у нас «Мать и дитя». Подготовлено у нас и обработано 241 обращение на лечение детей. И по трудной жизненной ситуации детской оздоровительной лагерь на 216 детей. Глава региона Юрий Бездудный поручил руководителю профильного ведомства организовать проверку условий отдыха и оздоровления детей. Очень четко определяем все технические, все определяем в техническом задании. То есть дети действительно должны там оздоравливаться, а не жалкий такой отдых, да, лишь бы так отчитаться. Нет, дети там должны оздоравливаться. Поэтому обращаю внимание, что все должно найти отражение в условиях, в техническом задании, чтобы мы потом летом не кусали локти. Работа по организации отдыха и оздоровления детей за пределами округа реализуется также Департаментом образования, культуры и спорта Ненинского округа. Традиционно профильный орган власти ведет два направления. Первая – работа лагерей с дневным пребыванием на базе окружных учреждений. В этом году их посетят более 1700 детей. Второе направление летнего детского отдыха – выезда детей в Артек, Орленок, Океан и Смену. Бесплатными путевками во всероссийские оздоровительные детские центры поощряются одаренные школьники. В этом году добавилось новое направление оздоровительного отдыха детей, которое будет реализовываться в рамках федеральной программы «Дети Арктики». Оно рассчитано на школьников пятых-восьмых классов. Ольга Русул, Александра Литкова, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Новые города на Старой Земле. Международный проект представил выставку, показывающую проблему идентичности территорий и проявления прошлого в современности. Какие работы были представлены в творческом пространстве, расскажет Василий Хатанзейский. Это такой осенний Пустозерск. Здесь, видите, здесь только фрагмент фотографий. Лилия Тайбарей – художница из национального поселка Красное. Сегодня она принимает участие в международной выставке «Новые города на Старой Земле». Творческая личность позиционирует себя как художник. Сегодня она представила свои инсталляции с отрывками истории разных городов и поселений Нинецкого округа. Вот тут я изобразила деревню. Здесь люди живут, в принципе. Но здесь есть линии на Пустозерске, видите, вот эти фрагменты холодного ветра. Это первый опыт создания инсталляции. Лилия, благодаря современному искусству, смогла отразить свои мысли и чувства, соприкасающиеся с Нинецким округом. Идея первой инсталляции родилась в городище Пустозерск, первом городе на севере. На самом деле здесь каждая деталь несет информацию. Допустим, вот возьмем вот эти стоечки. Они меня очень сильно вдохновили. Это каждый увидит свое. И что я первая, для меня что это? Когда мы приехали в Пустозерск, и нам показали там такая высокая стойка для... Ну, как говорят, что... Сказали, что там будет надеяться на то, что там, может быть, будет гнездиться орлан, так как он выбирает самое высокое место. И для меня это была, знаете, это такая надежда. Любой творческий человек видит свой смысл в каждом объекте. Смотря на обычную проволоку, Лилия Тайбарей думала о ветре, символизирующем жизнь. Эти проволоки, мне хотелось вот в проволоках выразить ветер. Я не могла по-другому никак. Это был ветер, холодный ветер. Потому что вот как раз вот стальной такой ветер. Это говорит о том, что... Вот моя работа называется «У ветра есть память». Вот опять же, это вдохновило меня сильно очень в Пустозерск, потому что там было вот ощущение как будто присутствия жизни. С одной стороны, там нет жизни, да, а с другой стороны, вот это присутствие, оно ощущалось. Для Лилии это первая и самая трудная работа. Вся сложность инсталляции состояла в создании образа деталей, которые могли бы описать те чувства и эмоции художника. Помимо Лилии Тайбарей в выставке принимали участие Виктор Вылка и мастера из Нидерландов и Ямала, каждый из которых выразил в своем стиле проблемы создания новых городов, которые угнетают историю прошлого. Мы наш, мы новый мир построим, да, создадим новые такие поселения, причем в достаточно суровых условиях. Это касается Арктики, да, это касается других территорий. И когда создавались эти города, люди, проектировщики, как правило, не думали о том, что эти города возникают не на пустом месте, что у той территории, на которой они появляются, есть большое наследие, наследие материальное и нематериальное тех народов, которые жили здесь. Посетить выставку и посмотреть работы, отражающие колорит и историю местного населения прошлых веков, может любой желающий. Выставка «Новые города» на Старой Земле продлится до середины апреля. В кино по Пушкинской карте. Кинотеатр «Арктика» в Нарьинмаре присоединился к программе «Пушкинская карта». Посещать кино без финансовых затрат можно с 17 февраля. Как сообщили в региональном департаменте образования культуры и спорта, приобрести билеты в кино на средства Пушкинской карты можно на сеансы отечественного кино, созданного при поддержке Министерства культуры, страны и фонда кино, региональных министерств, а также отечественных фильмов, созданных до 1991 года. У нас в кинотеатре можно будет приобрести билеты по Пушкинской карте на фильмы «Один из молчаливых мужчин» и «Однажды в пустыне». Перечень фильмов, участвующих в программе «Пушкинская карта» будет постоянно пополняться. Поэтому какие фильмы будут в дальнейшем, которые можно будет купить и приобрести на Пушкинскую карту, можно будет посмотреть на сайте кино.нмрдк.ру. Напомним, что в начале года государство пополнило баланс Пушкинской карты до 5000 рублей. Из них на поход в кино можно потратить не более 2000. На данный момент приобретение билетов по Пушкинской карте возможно только в режиме онлайн. То есть вы должны зайти на сайт кинотеатра.нмрдк.ру и выбрать фильм, который будет обозначен логотипом Пушкина. Соответственно, вам нужно будет на него нажать, выбрать удобное для себя время и уже перейти к оплате. Во время оплаты нужно будет выбрать Пушкинскую карту и ввести все данные. Так же, как при обычной оплате банковской картой. Чтобы оформить Пушкинскую карту, необходимо скачать приложение «Госуслуги.культура» и войти в него, используя учетную запись на госуслугах. Стать участником программы может молодежь от 14 до 22 лет включительно. В Ненецком округе на средства карты можно также приобретать билеты на мероприятия Дома культуры «Арктика» в кассах и онлайн на официальном сайте учреждения, а также на мероприятия Ненецкого краеведческого музея. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире. Продолжение следует...